МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, мы начинаем? АПЛОДИСМЕНТЫ Встаньте! Встаньте, встаньте! Садитесь! Садитесь! Встаньте, встаньте, встаньте! АПЛОДИСМЕНТЫ Садитесь, садитесь! Это психологический эксперимент? Это потрясающе! Почему вы это делаете? С нашими гостями все в порядке, просто мы не удержались и решили проверить эффект толпы. О нем сегодня и поговорим в нашей программе. На что готов пойти человек, чтобы не выделяться из массы? Совершать вместе со всеми бессмысленные поступки, отказаться от своего мнения и даже пройти мимо умирающего. Сегодня в программе НЛП изучаем психологию масс. Как нами управляют, когда нас много? Возможно ли не поддаться на зов толпы? Выясняем вместе с экспертами. Кирилл Макаров, практикующий психолог. Специализируется на корпоративной политике, учит управлять массами. Анастасия Никитенко, маркетолог. Расскажет, на какие уловки идут бизнесмены, чтобы люди толпой пошли в супермаркет. Игорь Басов, человек, желающий плыть против течения, знает, что слиться с толпой не самый лучший выбор. Прежде чем начать дискуссию, хотела бы попросить прощения у наших экспертов и гостей. Просто мы не могли удержаться и не проверить действия закона коллективного, бессознательного. А у меня сразу первые вопросы к экспертам. Скажите, пожалуйста, какие мысли у вас возникают при упоминании эффекта толпы или вообще толпы? Какие с этим воспоминания связаны? Может быть, даже какие-то детские? Есть детское воспоминание. Я помню, был 82-й год. И мы стояли перед открытием кинотеатра, ждали возможности купить билет. Стояли такие все приличные подростки, взрослые, все такие достойные люди. Но в момент, когда поворот ключа, и человек убегает. А потом вот в эти узкие двери начинает ломиться бешеная толпа, сметая всех на своем пути. Детей, взрослые, топтались по упавшим детям. И я вот тогда впервые, ну еще в подростковом возрасте, осознал, что люди, которые сейчас ведут себя как добропорядочные, вдруг моментально за секунду превращаются вот в этих полуживотных, ломящихся и топчащих друг друга. Был мой личный эпизод еще в раннем дне. Вы тогда решили стать психологом? Это меня настигло позже, но, видимо, зерна упали тогда. Настя, у вас страшная история или веселая? Ну, она такая, мне кажется, типичная. Я помню, что в парке аттракционов всегда хотелось идти на тот аттракцион, которому была очередь. То есть те аттракционы, где было пусто, они не привлекали, и надо было за руку тащить родителей именно туда, где стоит толпа таких же детей. Перед пешеходным переходом, когда люди стоят, еще красный горит. Как бы постоять еще? Ну, раз они пошли, я пойму. Несколько человек пошло, и все просто автоматически, да, присоединяются и пошли. Давайте приступим к эксперименту. Разыграем три ситуации, начнем с самой безобидной. Мы попробуем организовать толпу и посмотрим, будет ли она разрастаться. Эффект толпы. Уникальное явление, когда люди начинают вести себя вопреки внутренним убеждениям. И даже если вы сейчас подумали, что это про кого угодно, только не про вас, просто знайте, что участники нашего эксперимента думали так же. На первом этапе мы хотели узнать, станут ли люди делать какую-то бессмыслицу лишь потому, что так поступили остальные. Сначала реакции были ожидаемые. Люди просто бросали взгляд наверх, пытаясь понять, что же мы там увидели, не останавливаясь. Но вот в группе разглядывающих крыши присоединяются новички. Одни прохожие вставали рядом, не задавая лишних вопросов. Другие интересовались, что происходит. Наш режиссер отвечал, что видит в небе цветной шар. Самое невероятное, находились люди, которые увидели несуществующий объект. По их просьбе мы не станем показывать их лица. Я уверена, если бы на улице было не минус 20, а чуть теплее, мы бы собрали там что-то похожее на митинг. У нас в студии присутствуют участники последующих экспериментов, которые вы увидите чуть позже. Но у меня уже к ним есть вопрос. Вопрос. Вы поддаетесь на влияние толпы? Ну, я думаю, да. Как бы иногда ты даже не замечаешь. То есть это происходит даже иногда произвольно. Иногда ты что-то сделаешь, а потом такой, а зачем я это сделал? Я тоже очень ведомый человек. Мне... Я очень легок на подъем. Мне сказали, побежали туда, я побегу. А потом будут думать, зачем. Кирилл, объясните, как это понять? Почему? Куда смотрят четверо, пятый не может не посмотреть. Если внешне такой адекватный человек уже стоит и смотрит, значит, у этого есть какая-то причина. То есть наша психика это считывает. Были те, кто не задерживались. Они шли дальше. У них свои мысли, свои идеи. А тот, у кого работает вот эта механика прицепления к чужому вниманию, он готов в этом поучаствовать. Вы сказали, что благополучный человек стоит, смотрит. А если, например, был бы бомж какой-нибудь или неопрятный... Это работало бы. Тогда инверсная схема, когда есть возможная опасность. Если вот этот человек опасный для меня, я его идентифицирую как опасность, на что-то сейчас прицелен, то мне надо свериться, нет ли там угрозы для меня. Это было бы еще больше эффекта. Да, но оно просто как триггерное переключение, но это то же самое, по большому счету. Игорь, ну вот вы неравнодушный омич, часто бываете на митингах и других массовых мероприятиях. Организовываем мероприятия. Да, а вам приходилось наблюдать, когда происходило вдруг что-то необычное, и толпа начинала вести себя иначе? Нет, на все мероприятия, которые массово я организовал, и очень много, там, двух, две тысячи, вот понравилось мероприятие, где-то 2005-2006, это в Перми, где шествия организовывали из 8 тысяч человек на 8 марта. И никаких эксцидентов вообще не было. Почему? Потому что все зависит от организатора. Вы вот организовываете, говорите, митинги. Будем проводить митинги. Как организовать в театр, чтобы больше ходило? Как? А это вот коллеги. Это вот... Чтобы толпы меломились люди. Имитируйте, создавайте постоянно толпу. Вокруг. Зовите родственников, друзей. То есть, если 10 человек поставим у афиши... Да, вот так, кстати, тема. Весь город туда. Очередь за билетами, понимаете? Анастасия, ну не секрет, что маркетологи успешно пользуются эффектом толпы. Можете рассказать, может быть, о самых изощренных уловках? Одним из самых эффективных методов рекламы является не что иное, как сарафанное радио. То есть люди привыкли доверять именно людям. За последние годы появилось такое понятие, как краудмаркетинг. Когда вы начинаете искать информацию по какому-то продукту, и вдруг вы находите отзывы реальных людей, и этот продукт прям вау-конфесска. Я слышала, за них даже платят. На перелеты есть парикмахерская, и там просто отзывы все пишут. Мастер Ирина просто вообще волшебница. И вот таких отзывов 15 подряд. И такая, ногой туда не вступлю. То есть вы идентифицируете их как отзывы, которые... Да, которые покупные. А почему? Ну а вдруг они не покупные? А вдруг она попросила... Ну как она нравится? То есть, когда я вас подстригла, оставьте, пожалуйста, отзыв. Да. Ну вообще, по идее, если мастер Ирина реально такая классная, то она не будет нуждаться в этой рекламе. У нее будут такие большие записи, все-все, что она будет говорить. Извините, у меня нет времени на вас. На самом деле, это вот тоже один из пластов, с которыми компании все должны работать. Они должны отрабатывать отзывы. И не удалять негативные. Что касаемо, наверное, того, что происходит в офлайн, я помню прекрасный способ. В Европе один инвестор, у него, в общем, было такое здание, он все никак не мог сдать его в аренду. Он позволил людям из близлежащего района оставить на эту парковку машины, и на ночь оставлял во всем офисе свет включенным. И тут уже возникло ощущение того, что это здание нужно, здесь есть люди, в нем горит свет, и за короткое время он, в общем-то, сдал в аренду все пустующие офисы. Я после этой передачи никому верить не буду. Ну, продолжим обсуждать, как нас вводят за нос после короткой рекламы. Укротить глюкозу и договориться с инсулином. Мы докажем, что диабет не приговор. Необходимо за питанием следить. Личные истории и победы над заболеванием. В телепроекте «Жизнь не сахар». Я поднимаю правую ногу немножко так, чтобы человек не видел. Секунд десять у меня все отпускает. Паранхит, остеохондроз, туннельный синдром. Это статическое напряжение рано или поздно вызовет мышечный спазм. Как бороться с заболеваниями, приобретенными на работе? Необходимо делать короткие перерывы и проводить в это время простые упражнения. Это профессиональное. Новые выпуски каждый четверг в Омском эфире телеканала «Продвижение». В эфире программа «Нестандартная легковая психология». Мы остановились на том, что маркетологи и ритейлеры эффективно пользуются эффектом толпы. Давайте продолжим же эту тему. Чем объясняется феномен «Черной пятницы»? То есть все знают, что, по крайней мере у нас в стране, скидки не настоящие. Если вы собираетесь что-то приобретать в период «Черной пятницы» или больших распродаж, всегда мониторьте цены хотя бы за две недели на те товары, которые вам интересны. И вы с удивлением обнаружите, что не так уж цена меняется. То есть завышают цены перед самой распродажей, а потом опускают ее. Это как бы такой достаточно стандартный ход. Поэтому на это надо обращать внимание. Но есть действительно вещи, которые работают, никто не обманывает. Это сезонные распродажи. То есть вы прекрасно будете видеть, что та кожаная куртка, которую вы себе присмотрели осенью, в январе она будет стоить... Это работает. Это работает, безусловно. Потому что необходимы какие-то обновления коллекции. Евгений, ваша самая нелепая покупка? Квартира. В ипотеку. Ну ладно, с тем, что мы все можем делать что-то странное, нелогичное в угоду толпе, мы уже разобрались. А вот как насчет того, чтобы отказаться от своего мнения? Проверим во втором эксперименте. На втором этапе эксперимента мы хотим узнать, откажется ли кто-то от своего мнения в угоду толпе. Сколько полосок вы видите на этой картинке? Семь полосок. Определенно семь. Одиннадцать. Семь. Семь. Я вижу семь оттенков. Этот эксперимент стал знаменитым еще в 1951 году и носит имя психолога Соломона Аша. Пятеро из шестерых испытуемых заранее подготовлены. Их задача ответить неверно на два из пяти вопросов. Шестой человек не знает о сговоре. Кому он поверит больше, своим глазам или мнению толпы? Эксперимент Аша показал, что только 25% людей станет настаивать на своем. Внимание, контрольный вопрос. Какой из вот этих трех линий соответствует линия Х по высоте? Бля, А. А? Согласен? А. А тоже, мне кажется. Мне кажется, что все-таки А. Я думаю, что Б соответствует Х. Николай игнорирует первую провокацию. Как насчет еще одной? Какая из окружности А, Б или С соответствует окружности Х? Также по размеру пойдем. С? Да, окружность С. Соглашусь, С. Соглашусь, С. Тоже, кажется, С. Б? Не буду, как все. Николай прошел испытание с блеском. Мы посвящаем его в правила игры и просим позвать друга. Михаил станет новым испытуемым, но его задача сложнее. Отвечать неправильно будут не только незнакомые люди, но и его друг и коллега Николай. У меня вопрос. Какой из линий во второй части листа по высоте соответствует наша линия Х? А, Б или С? Мне кажется, А. Думаю, А. Да, А. А? Полностью согласен, А. Б. Мужчины отказались идти на поводу у общественного мнения. Может быть, девушки быстрее усомнятся в себе? Первая вот Х, и ей соответствует А. Да, полоска А и Х идентичные. На первый взгляд А. Наверное, тоже А. А. Полоска В. Алина волновалась и отвечала неуверенно, но все же удержалась от соблазна повторить за остальными. Наш последний шанс – Алена. Какая из окружности А, Б или С соответствует окружности Х? Также по размеру пойдем. Мне кажется, С. Да, окружность С. Соглашусь, С. Я соглашусь, С. Мне тоже кажется, С. С. Ален, только не расстраивайтесь. Согласно эксперименту Аша, то большинство на вашей стороне. 75%. Да, скажите, в чем же была сложность? Плохо видно было, нервничали или… Ну, да, во-первых, и нервничала, потому что первый раз ты переживаешь. Еще немного ко мне боком стояли, и мне было немного не совсем видно. Ну и плюс я не блещу хорошим зрением. Вот, поэтому… Мне, например, на вашем месте проще было бы согласиться с толпой, нежели попросить, извините, а можно листик поближе? Или можно немножко развернуть между прочим? На самом деле это отмазки, ну, так в хорошем смысле, без агрессии, это я говорю. Это просто наше рациональное объяснение наших бессознательных поведенческих проявлений. Это мы так себе объясняем, что, наверное, что-то там не очень видно. Но есть очень хороший фильм 1971 года Киевской студии научно-популярных фильмов. Там прямо люди черные называют белым, потому что большинство сказали, что это белое. Ну, мне кажется, что вот способность толпы к самоорганизации, это все-таки ближе к маркетингу. А вот то, что мы показали во втором эксперименте, отказ от своего мнения, это все-таки ближе к политическим играм. Игорь, вы со мной согласны? Вы наблюдали что-то подобное, когда человек отказывается от своего мнения? У меня таких случаев, к сожалению, не было, а может, к счастью. Вот, ну а единство во многообразии. А вот, между прочим, Кирилл как-то консультировал региональные политические силы. Скажите, какого влияния ищут они? Ну, вы как консультант им рассказывали, на какие кнопки жать у избирателей? Ну, наоборот. Свою деятельность всегда строил на то, чтобы разъяснить, что это ложный путь. И когда мы проводили работу с представителями, как вы говорите, политической элиты, всегда речь шла о том, что если этот человек просто-напросто познакомится с собой как человек, то его шансы достичь расположения нескольких десятков избирателей становятся гораздо выше. Тогда и людям нет необходимости испытывать воздействие каких-то манипуляций для того, чтобы отдать голос за этого человека. Он доверяет. Скажи, а тогда какими качествами должен обладать человек, за которым пойдет народ? Сейчас скажу, управление действительно есть всегда. Да, система управления всегда присутствует. Заблаговременная система организации, сознательная. Есть эмоциональная система здесь и сейчас. Есть паническая система, когда что-то происходит экстремально. Вот в зависимости от того, где мы рассматриваем эпизод, там и будет характеристика того, кто управляет. В панической ситуации, вот я повторю, это авторитарный эмоционально проявляющийся субъект, который все внимание затягивает на себя и показывает. Вот предатель, его надо мочить. Человек с красной тряпкой. Да, человек с красной тряпкой. Или вот Ленин на броневике. Это человек, который указывает туда. И люди уже не отдавая себе отчет, могут тринуться. Их тонны скачатой москаль, это вот именно та форма. Когда через ретикулярную формацию, рептильный мозг, животную часть нашей системы регуляции, когда просто через физические движения можно задать общий тон толпе, и толпа начинает двигаться под дирижера в этом случае. Ну, как у нас в начале программы было. Да, 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 это совершенно верно. Вы же хорошо управляете, да, вот студией. То есть вы сейчас, мы сейчас находимся под вашим управлением. Как вы хорошо поуправляете, так выйдет передача в хорошем качестве. Соответственность на вас. Соответственно, продукт будет, да, такой. Так же и в области, так же и в стране, так же и в колхозе, там, в каком-то совхозе, в ООО каком-то, или ОАО и так далее. Чуть-чуть опустим тему политики, вернемся к Анастасии. Все-таки хочу вас допытать у вас. Каким должен быть бренд, какая должна быть реклама, какие должны быть уловки, чтобы вести толпу? Основной правильный шаг, чтобы завоевать свою аудиторию, чтобы тебя как бренд уважали, это говорить с потребителем на его же языке, скажем так. То есть то же самое, в принципе, да, как у политиков? Нет, ну... То есть это на самом деле достаточно просто. Основная вещь это что? То есть люди должны поверить. Будьте честны. Будьте честны, да, на самом деле. Будьте таким же, как они. Ну, на какие кнопки жмут политики и бизнесмены, мы уже разобрались. Теперь время нашему режиссеру нажимать на кнопки. Прервем эфир на рекламную паузу. Я, наверное, всегда слушаю свое сердце. Вот прям вот сто процентов вот это дзынь. Хотите заглянуть на кухню женского бизнеса? Основной наш канал продвижения – это сарфанное радио. Пошел, косикол-хород. Мечтаете узнать, как в декрете построить свой бренд с нуля? Все, что не придумывается, все связано с детьми. Это маркетинг, это реклама, это пиар, это продвижение. Мама в деле. Новые выпуски. Каждую субботу в Омском эфире телеканала «Продвижение». Самое, пожалуй, яркое для меня впечатление эмоциональное – так называемые драма-баттлы. Есть свободное время? Мы покажем самые интересные места города. Ты находишься в самой картине один на один. Представим вам главные культурные события недели. С полным правом заявить – выходные огонь! Смогут и зрители нашей программы. Свободное время. Искусству нужно учиться, как любому делу в жизни. Откровенные. Не хочу, чтобы зрители видели страх от картин. Интересные. Я мог. Всегда из перспективы просто. Неравнодушные. Пусть музей будет чудом, пусть посещение музея будет радостью. Наши люди. Новые выпуски каждое воскресенье в Омском эфире телеканала «Продвижение». Мы вернулись и продолжаем обсуждать эффект толпы. Можно ли противостоять общественному натиску и нужно ли? Ведь порой это просто опасно. Ну, слиться с толпой может быть не менее опасно. Я бы даже сказала, смертельно опасно. И наш третий эксперимент это продемонстрирует. Предыдущие два эксперимента показали, что люди готовы делать непонятные вещи лишь потому, что так делают все и не верить своим глазам, если остальные твердят обратное. В финальном этапе вопрос жизни и смерти. Пройдут ли люди мимо человека без сознания? Ведь остальные, наши подставные утки на остановке, не обращают на него никакого внимания. Нашему актеру Евгению Сизову пришлось пролежать на снегу около 10 минут, прежде чем начали поступать первые предложения помощи. Мужчина! Что, у плохо? Давно упал? Ну, вы стояли здесь, давно стоите. Никто ничего, скорую не вызовет. Вызовет скорую. Интересная деталь. Подходили к актеру и хотели помочь группы людей. Одиночки предпочитали проходить мимо. Неужели нам нужна компания даже для того, чтобы оказать помощь тому, кому плохо? Ты пьяный? Я не знаю, наверное, площадь... Наверное, площадь... Нет, не площадь победы. Театральная, может, площадь. Мужчина, у вас все хорошо? Эй! Все хорошо, понятно. Неужели можно вот так погибнуть на глазах десятков людей? Выпивший? Эй! Пил? Эй! Нет? Скорую вызвать. Вставай, замерзнешь. С вами все в порядке? Вы пьяный или с вами плохо? Скорую вызываем? Давай, сядем. Давай, сядем. Давайте, давайте. Живой? Плохо стало? Между прочим, у этого явления даже есть в психологии отдельный термин – эффект свидетеля. Это означает, что чем больше у происшествия свидетелей, тем меньше шансов, что пострадавшим помогут. Какой ужас. Евгений, скажите, вы пока там лежали, сильно замерзли? Да. А вообще, что вы чувствовали, о чем думали, когда понимали, что люди проходят мимо? Ну вот, знаете, все равно, мне кажется, много людей подходило, спрашивали, почему-то мужчины все время спрашивали пьяный. Скажите, а у вас в жизни бывали реальные случаи, когда вам требовалась помощь окружающих незнакомых людей? Вот-вот-вот, нет. А у вас, Ален? Ну, нет, не было. Ну, вот смотришь на такие эксперименты, на самом деле страшно, что если где-то упадешь, то так и останешься. Кстати, я вот после вашей, ну вот, после нашего эксперимента, еду на машине и вижу женщину. Она сидит вот практически в моей позе. Я как-то проехал и остановился. Думаю, что такое? Как я мог проехать? Я, в общем, подошел, спросил, ну, было все нормально, как бы ей неплохо не было, она просто так скрючилась и разговаривала по телефону. Но нужно побывать в этой шкуре, чтобы так реагировать. Ну да, мне кажется, да, правда. Алена, а вы всегда помогаете тем, кому плохо? Ну, стараюсь по возможности, да. Если меня там кто-то не опережает, обычно хочешь оказать помощь, но уже видишь, что все туда бегут и думаешь, нет, наверное, я уже там лишний. И так никто и не добегает. Кирилл, скажите, расскажите немножко поподробнее о эффекте свидетелей. Я так понимаю, что этот термин появился после конкретного случая. На девушку напал преступник возле ее дома. Он сначала нанес два удара ножом, когда она выходила из машины. Потом она шла, хачаясь, шла к себе в дом. Он ее спустя некоторое время, там, 10 или 15 минут снова настиг и нанес еще шесть ножевых. Ну, все длилось в течение часа. И видели это, ну, по некоторым подсчетам, 10-12 человек. Каждый из них видел какой-то кусочек эпизода и считал, что тоже, ну, он знал, что другие тоже это видят, потому что оно на улице средь белого дня. Оказывается, что вот такое бессознательное распределение ответственности, что есть, вот как сказала Алена, что нужна ли я там, если так и так много народу туда бегут. Другой фактор — это неполность сведений. Когда каждый из нас со своей точки видит что-то, какой-то кусочек, вот кто-то увидел, что грубый разговор, и свидетели потом рассказывали то, что они видели, просто как стычку между двумя людьми, громкий разговор и больше ничего. На самом деле вот из этого складывается целая последовательность, ведущая к гибели человека. Третье — это непонятность события и своей роли в этом событии. Почему Евгений сказал, что я уже прожив это, ну, побывав в этой шкуре, увидел женщину и откликнулась. То есть когда уже ситуация переварена нашей психикой единожды, потом у человека есть возможность себя идентифицировать в самом процессе и как-то включиться в роль. И если человек ее не определил, это не страшно, это не преступление, это не плохое качество личности. Да просто человек с этим никогда не столкнулся даже мысленно. Просто такое не подошло к человеку близко. Скажите, а что делать, если вот, допустим, мне понадобилась помощь окружающих? Ну, вот классический пример, допустим, увязался какой-то мужчина, у которого не очень добрые намерения. Как обратить на себя внимание людей? Здесь в этой ситуации, чтобы эффект свидетеля не сработал, здесь обязательно должно быть обращение к конкретному человеку, без разницы к кому из окружающих. Когда будет эффект обращения, тогда будет понятно, что вам нужна помощь. В толпе обращаться бесполезно, все понятно. Не, бесполезно. Внимание! Пожарная тревога! Срочной покиньте помещение! Внимание! Пожарная тревога! Срочной покиньте помещение! Внимание! Пожарная тревога! Срочной покиньте помещение! Как Кирилл сказал, что когда мы пришли сюда, мы все-таки не знали правила игры. А тут мы уже знаем. Только что вы стали участником еще одного нашего эксперимента. Очень громко. Вы, между прочим, сейчас проигнорировали угрозу собственной жизни. Нет, мы посмотрели, нигде ничто не льется, пожарная безопасность, все без изменений. Ну, соответственно, мы смотрим на вас, у нас же есть лидеры. Ваши действия нас, в общем-то, сейчас спровоцировали игнорировать угрозу жизни. Может быть, она действительно была? Таким образом, мы выяснили, что человек настолько доверяет окружающим его соплеменникам, что не только готов повторять за ними какие-то странные и абсурдные вещи, но и даже готов доверить им свое мнение и даже самое дорогое – свою собственную жизнь. Ну, не знаю насчет жизни, а вот полчаса на просмотр нашей программы следует выделить. До встречи через неделю в программе «Нестандартно. Легко о психологии». До свидания. Что? Оттолкнуть его, щас, кивай! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok